Гадки и нестыковки авиакатастрофы Ил-76. Вопросы без ответов и никаких доказательств со стороны России. То есть, если один заключенный, то два конвойных. Мог ли Кремль сознательно убить экипаж и устроить вторую Оленевку? Ну как они устроили взрыв в лагере для наших военнопленных? Кто на самом деле был на борту? Украинские военнопленные или российские ВИПы? Их фамилии известны и будут названы. Мы разобрали все версии авиакатастрофы под Белгородом. Окрестности села Яблоново в Белгородской области приблизительно 10 утра по Киеву 24 января. Именно здесь, где-то в 50 километрах от украинской границы, падает российский военно-транспортный самолет Ил-76. Очевидцы снимают вот эти кадры. Их мгновенно распространяют местные телеграм-каналы. Бля, они прямо у нас! Хребет! А-а-а-а-а! Твою хребет! Почти сразу в российских пабликах начинают обсуждать версию, что Ил-76 сбила российское ПВО. И в этом есть смысл, ведь так называемый «дружеский огонь» стал почти традиционным для российских хранителей неба. Это, в общем-то, зона, где, ну, скажем так, наши беспилотники чувствуют себя довольно уверенно. Но сигнал на радиолокаторе, значок от беспилотника и огромного Ил-76 – есть разница. Российское ПВО уже неоднократно отличалось тем, что она сбивала собственные самолеты. Ну и не исключено, что в данном случае они тоже сами постарались со злым умыслом или без злого умысла. Это уже покажет расследование. Но очень быстро появляется и версия номер два. Мол, это дело рук вооруженных сил Украины. И, несмотря на традиционную практику, молчать до последнего. На этот раз российская Минобороны бьет все коммуникационные рекорды. Буквально через 10 минут после того, как Ил-76 рассыпался по земле, ведомство взрывается таким шокирующим заявлением. На борту самолета находилось 6 членов экипажа, 65 украинских военнослужащих для обмена и 3 сопровождающих их российских военнослужащих. Экипаж и все пассажиры самолета погибли. Впоследствии московская пропагандистка Симоньян обнародует списки якобы погибших украинских военных, которые могли быть на этом борту. В подтверждение своей версии, россияне на третий день после катастрофы даже обнародовали вот это видео, утверждая, что это тот самый самолет, в который сажают украинцев. Рассмотреть какие-то детали людей, бортовые номера самолета здесь невозможно. А это уже пост Максима Колесникова, бывшего пленника. Он утверждает, не могло такое количество людей, 65, сопровождать только три охранника, о гибели которых заявила раньше российская сторона. Когда меня везли самолетом из Брянска в Белгород, то на 50 пленных где-то было рыл 20 из их военной полиции. Три охранника, ага. К тому же перемещение пленных таким образом, то есть самолетом, это скорее исключение, чем правило. Общий порядок перевозки этапирования заключенных на территории Российской Федерации состоит в том, что этапирование самолетами разрешается только в исключительных случаях, только в количестве одного-двух человек в сопровождении вдвое большего конвоя. То есть если один заключенный, то два конвойных. Это делается только в тех случаях, когда между государствами перелеты или в исключительных случаях, когда невозможно доставить другим путем. Об этой авиакатастрофе в Белгородской области известно лишь то, что почти ничего не известно. Приблизительно так можно описать все происходящее. Загадочных деталей и нестыковок с каждым часом все больше. И если присмотреться внимательнее к той информации, разглядеть уже имеющиеся фото и видео, вопросов меньше не становится. Но главным остается то, были ли на борту украинские военнопленные, и не все ли это преднамеренная, заранее спланированная провокация России. Тогда какова же ее цель? Давайте вместе разбираться. Обмен 65 пленников действительно готовился. Об этом заявили в Главном управлении разведки Украины. И перечень с фамилиями реальный. Но ждали наших пленных в Сумской области. Информацию, что украинцев будут доставлять на самолете, российская сторона не предоставляла. Тогда зачем Россия взяла версию о погибших пленных как основную? И что действительно пытается скрыть? Это еще одно видео с российской стороны. Якобы обзор места крушения. В кадре несколько фрагментов тел. Но всего несколько. Там всего до 80 человек. 65 пишут по списку пленных. 6 человек максимально летный экипаж. Это уже 71. Ну и охранников же, я думаю, по крайней мере было человек 20. Ну и так, что там много должно быть. Много. Ну, возможно, как-то россияне сделали так, чтобы не было видно тел. Но на них это не похоже. Не в их традициях. Они любят кровь. И это, пожалуй, ключевая нестыковка, которая разрушает версию россиян. Если бы там были действительно наши военнослужащие, хочется верить, что этого не было, то, скорее всего, при фотографиях с места падения мы должны увидеть погибших людей или, прости господи, фрагменты тел. А теперь внимательно смотрим на эти кадры. Если самолет перевозил около 80 человек, то где они? Были ли на борту самолеты военнопленные? Россияне не предоставили убедительных доказательств, равно как и скрыли от Красного Креста данные о якобы пленных в самолете. Тем временем украинский генштаб отметил, военно-транспортная авиация России используется для перевозки зенитных ракет для комплексов С-300. Тех самых, которые летят из Белгородской области в сторону Харькова. И это автоматически делает самолет законной целью. Это законная цель, это военный, это не гражданский самолет. Любой самолет, который находится в зоне боевых действий, тем более в 30-километровой зоне и дальше там транспортные самолеты, они законная цель, и мы не только имеем право, мы обязаны эти цели уничтожать. Более того, если самолет перевозил ракеты для комплексов С-300, его уничтожение – выдающаяся военная операция. Попытка уничтожать эти ракеты на логистических путях – это, в общем-то, удачная идея. И, скажем так, это оптимально было бы, если россияне доставляют ракеты, например, поездом или самолетами, и вот по ним именно стрелять. И вот под такую раздачу мог попасть любой российский военно-транспортный самолет. Но еще раз скажу, если бы там шли перевозки пленных, об этом нужно было заранее сообщить о путях поставки пленных. Согласно Женевской конвенции об обращении с военнопленными, за их безопасность отвечает удерживающая сторона. Пока известно, что самолет упал, но были ли там на борту люди, кто был на борту или что было на борту, пока не очень понятно. С другой стороны, если были зенитные ракеты, и одна из них или несколько взорвались, то они внутри фюзеляжа тоже могли подолбить фюзеляж самолета, ибо там убойные элементы, они же в конструкции боевой части. Речь идет об этих отверстиях, очень похожих на следы от осколочной боевой части зенитно-ракетных комплексов большой дальности. Достать могут условный Патриот, условный С-300 и условный сам Пти. А вот то, что распинались с трибуны Российской Думы, что там Айрис Ти, вот этот достать не мог. Это далековато, даже с ближайшей точки, там максимально 45 километров до этой Яблоновки, где был сбит этот самолет. А вот эти три комплекса, которые могут быть у нас на вооружении, эти могли достать, но могли они достали. И еще одна интересная деталь. На борту этого самолета должны были лететь российские вип-персоны от военно-политического руководства России. Их фамилии известны и будут названы в рамках международного расследования. Но в последний момент ФСБ фактически приказало им не садиться на этот борт и воспользоваться другими видами транспорта. Также известно, что приехавшие на место происшествия представители российского МЧС были фактически изгнаны оттуда представителями ФСБ. Так что выходим еще на одну версию катастрофы. А не случилось ли так, что российские спецслужбы сами устроили взрыв на борту? Отправили на тот свет шестерых членов своего экипажа, чтобы обвинить Украину в якобы убийстве пленных. Я вам скажу, что летак достаточно аварийный. Каждый десятый выпущенный самолет этого типа был разбит в авариях или катастрофах. Так что не исключен и такой вариант. Но как они устроили взрыв в лагере для наших военнопленных? Таким образом могли, как устроили взрыв на борту этого Пригожина. Так и здесь. Но это вообще за пределами здравого смысла, чтобы взрывать собственный самолет, чтобы уничтожить украинских пленных. Но если так, то зачем? Одна из версий, чтобы наши партнеры сократили помощь Украине. И здесь возвращаемся к началу истории. А именно к тому, как удивительно быстро на катастрофу отреагировали официальные российские спикеры. Поэтому есть уверенность, что это была информационная, идеологическая диверсия. Ну, информационная, скорее, диверсия со стороны россиян. Тем более, что была информация, что январь-февраль россияне будут усиливать эту составляющую гибридной войны информационную. Апогеем абсурда стал московский ультиматум. По информации Вашингтон-Пост, чтобы подтвердить тезис о якобы погибших пленных, оккупанты потребовали украинской стороны образцы их ДНК. В противном случае пригрозили похоронить тела в номерных пакетах. Кроме этого, Москва выступила против создания международной комиссии для установления причин падения самолета, что тоже наталкивает на определенные выводы. Россия извивается, как уш на сковороде. После катастрофы даже созвала Совбез ООН. Мол, чтобы мир осудил этот, как утверждает Москва, теракт. Правда, желаемого агрессоры не получили. На Совбезе дипломатично заявили. Не хватает информации. И, кстати, упомянули о постоянных ракетных обстрелах со стороны России гражданских объектов на территории Украины. Павел Васильев специально для телеканала Freedom.